Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим с вами сегодня о формировании томата. В теплицах, как правило, выращивают высокие индетерминантные томаты с таким довольно поздним сроком плодоношения, у которых кисти образуются через примерно каждые три узла. Такие томаты приняты выводить в один или два стебля, но выведение в два стебля требует усиленной подкормки растений, а также немножечко задерживает плодоношение. В этом случае вам необходимо удалять абсолютно все до единого пасынки с ваших растений, по крайней мере, такова основная рекомендация, и оставлять только основной один стебель, если вы ведете томат в один стебель или, соответственно, два стебля. Но бывает так, что ваш томат выпустил пасынок, вы его где-то проворонили, или вы нерегулярно приезжаете, не можете регулярно приезжать на дачу, на участок, для того, чтобы своевременно каждый день удалять эти пасынки. А конец июня, начало июля – это период очень быстрого, активного роста томата. Буквально за несколько суток он может повыгонять эти пасынки довольно большого размера. И так иногда случается, что вот на этом пасынке образуется цветочная кисть. Но иногда даже она и не образуется, она только находится где-то в зачаточке. Но она образовалась. Что же делать с таким пасынком? Удалять его или не удалять? Я с вами поделюсь своим способом, который, кстати, который можно применять не только тогда, когда вы проворонили пасынок, но даже делать это намеренно. Вот давайте посчитаем кисти на вот этом растении томата. Первая, вторая кисть сейчас на зелёных плодах, третья маленькие плоды, четвёртая кисть, раз, два, три, четыре томатика образуется, пятая кисть вот здесь у меня на цветках, ну, шестая кисть, можно сказать, её ещё почти не видно, она вот здесь вот образовалась. Седьмая и восьмая, с учётом сроков созревания томатов, что это будет примерно 40 дней от образования завязи, уже практически не имеют шанса дать мне здесь полноценного урожая. Конечно, если сентябрь будет тёплый, если тут не будет фитофтора, я уверен, что её здесь не будет, потому что я всё для этого здесь делаю, конечно, может быть, созреет и эта кисть, но по опыту скажу, что основной урожай получается до шестой, ну, максимум седьмой кисти. И вот у меня здесь выгнался пасыночек, на котором также вот на уровне сейчас цветущей кисти и также выгнала кисть. Что мне с этим пасынком делать? Я, безусловно, этот пасынок оставлю. Более того, у меня буквально за сутки, ну, за двое, я потому что в этой теплице был недавно совсем, у меня уже образовалась над этим пасынком ещё одна кисть на три плода. Я просто-напросто оставляю вот эту вот кисть на раз, два, три, четыре, пять завязей, и следующую, ну, вот эту последующую можно не оставлять, но я её всё равно оставлю. Что мне это даст? Во-первых, мне это увеличит объём урожая в средней зоне тех кистей, которые 100% имеют шанс здесь завязаться. Во-вторых, это мне существенно снизит скорость роста этого растения вверх. А зачем мне? Ему не так много осталось расти. Он к середине августа, вот это растение оно, этот томатик, он уже упрётся здесь мне в крышу, а мне это здесь абсолютно не нужно. Поэтому я фактически увеличиваю урожай не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной. И даже специально буду вот оставлять такие пасынки и прищипывать их над первой, второй кистью, и затем удалять пасынки в пазухах с тем, чтобы а. снизить рост растения в высоту и выгонку вот этих вот кистей, которые мне точно уже не дадут урожая, б. увеличить урожай здесь, в этой средней зоне. Я хочу сказать, что по моему опыту, особенно отзывчивый на перевод урожая на боковые пасынки, вот эти зацветшие, у российских гибридов томата. Вот у них этот прием является весьма и весьма эффективным. Конечно, очень много разных сортов. Вот у меня здесь есть в том числе сорта, которые на боковых пасынках ни на какой второй, третьей пазухе не дают никаких кистей. Они будут выгонять длинный-длинный пасынок, и где-то только там, уже над пятым-шестым узлом дадут мне кисть. Конечно, в этом случае у таких сортов я все это удаляю. Но если раз-два над вторым-третьим узлом у вас получилась вот эта кисть, это значит здорово, значит этот сорт будет очень хорошо реагировать на вот такой вот прием. Конечно, если идет профессиональное описание сорта на пакетиках или в интернете, то в этом случае, безусловно, об этом ведется речь, что вот такой прием является эффективным. В любом случае, если вы увидели, что ваш пасынок вот так рано дает кисть, ни в коем случае не удаляйте этот пасынок, переводите урожай на этот пасынок, тоже центральный поступайте, как и поступаете обычно, но вы увидите, насколько увеличится здесь ваш урожай. Это еще один важный способ получения увеличенного урожая без подкормок. Что ж, попробуйте этот способ, надеюсь, он у вас получится. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!